Как говорится, страшную весть принес я в твой дом Надежда. Зови детей. Прилетела она не откуда-нибудь, а из Литвы. Звучит она, господа, следующим образом. На российских телеграм-каналах появилась информация о том, что группа хакеров получила и предала огласки, сохранявшуюся в тайне информацию о важных деталях организации саммита, маршрутах, делегациях, контактах, возможных рисков. Звоню, значит, я своим хакерам в Литву, которые на нашей стороне, не на вражеской. И говорят все-таки, да, есть такое дело. Комментарии в данном случае полиции очень сдержаны. Департамент госбезопасности Литвы вместо комментария прислал лаконичный ответ. Ну, журналисты Делфи, естественно, ему задали. Об этой ситуации известно, ведется расследование, мы сотрудничаем с ответственными ведомствами. Если это все настолько, насколько идут вбросы, то это, конечно, кошмар и ужас. Потому что утекла очень важная информация, включая личные данные. То есть вы понимаете, элита спецслужб, охраняющая президента с фамилиями, с табельным оружием, с оснащением, с маршрутами, не знаю, там, с телефонами. Ну вот все то, что хранится, а вы же понимаете, что о каждом человеке, с фотографиями. И вот это все. То есть это все теперь надо менять. Это все теперь надо переделывать, грубо говоря, протоколы. Но сам факт, сам факт, то, что это произошло, то таке. И я в этот момент начинаю, значит, строить из себя контрразведчика с полковничьими погонами минимум. Потому что начинаю складывать, как говорится, все, что мы должны складывать в это время. А в это время мы должны понимать, что Литва просмотрела при всем уважении к литовскому правительству и спецслужбам, Литва просмотрела акцию хороших типа русских, которые организовали вот этот вот Digital Russia Today. Как раз-таки ко дню, когда приезжали все лидеры стран на саммит НАТО, первые лица, их делегации, их министры. Там, по-моему, делегацию у Эрдогана было 52 человека, у Дуды 25. И что они видят? А листовки Did you call Russia today? Это якобы телефонная акция, да, позвони русским, скажи, что они неправы. Но на самом деле это смотрится на плакате, ты уже позвал Россию сегодня. И этим было засрано. Вся Литва, Вильнюс, Каунас, все. И вот люди должны ехать и смотреть. И я почему повторяюсь? Потому что я уже рассказывала про это в своем воскресном стриме, но а это же звенья одной цепи. Ведь кто-то дал разрешение на это, не посмотрев. То есть я бы для начала сравнила бы, собственно говоря, кто кому когда звонил. А еще, еще вот у меня для польской контрразведки есть совет. Ну так, на всякий случай. Потому что русский мир, ты его, как говорится, да, в дверь он в окно, ты его в окно, он в дверь, он все равно всеми путями пытается каким-то образом оказывать влияние. Вот есть у нас опрос. Мерзкий, гадкий. Я про него уже ору три недели. Лаборатория Вардаманского, значит, русский мир, обладевает умами белорусов. И, значит, с начала этого полномасштабного вторжения белорусы стали больше хотеть в Россию. Сука, тварь, простите. Очень редко ругаюсь. Ты что делаешь? А у него телефонный опрос. Он звонит в Беларусь, и они, значит, ему по телефону отвечают. Да, с польской симки или с какой-то. Прямо белорус, которого сажают за бочевые носки, говорит, боже мой, я так люблю Россию. А с тех пор, как она напала на Украину, я стал любить ее еще больше. Нормальная история вообще? Польские спецслужбы, слушайте сюда, короче, потому что вы недорабатываете. Такой телефонный опрос с международной симки стоит денег. Кто это оплатил? Окей, не физическое лицо. Кто дал грант? Окей, дала вот такая-то организация. Нормальная, демократическая. Вообще нет вопросов. Конечно. Окей. Кто при подаче заявки на грант дал свою рекомендацию? А дальше проверяем созвоны этих людей за последнее время, поступления на счет. А может быть, они с Вильнюсом общались. Там вон тоже русский мир зовут. Потому что эту гидру по-другому не остановишь. По-другому не остановишь.